Изменить ситуацию на дорогах к лучшему поможет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, которую презентовали сегодня в Чебоксарах. Все тонкости ее работы узнала наша съемочная группа. Автоматическая система управления дорожным движением будет объединять в единую информационную сеть светофоры и транспортные датчики на участках дорог города Чебоксары. Это позволит оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации, принимать меры, улучшая в целом обстановку. Разработано 8 режимов работы этой системы. Каждый из них будет применяться в зависимости от ситуации на дороге. Основная цель внедрения – увеличить пропускную способность уличной дорожной сети. Как я уже говорил, мировая практика показывает, что может это сделать светофорным регулированием, но не более 15%. Мы хотим воспользоваться этим 15%. Пока что система работает в тестовом режиме. В нее включены 18 светофоров из 54. Но она уже дает первые результаты. Я заметил, пару дней где-то примерно, дня 2-3. Вот едешь, когда со стороны Московского моста, вот у него корректировка направо получается, стрелка. 20 секунд. Ну, раньше было всегда 16. Нет, нормально, нормально. В городе сейчас пробок меньше, это хорошо. Полный запуск системы планируется в мае этого года. Программа включена в комплекс мер по борьбе с пробками на дорогах Чебоксар. На сегодняшний день проектируем несколько новых дорог, проектируем реконструкцию дорог, расширение перекрестков, о которых мы уже говорили, на этот год план составлен. Кроме этого, мы будем идти по пути также крупных городов, это создание платных парковочных мест. Проблему разгрузки дорожно-транспортной сети необходимо решать не только комплексно, но и сообща. Усилиями властей и горожан отметил глава администрации города. Только тогда решения будут эффективными. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.